Друзья, всем привет! Сегодняшнее видео мы начинаем не совсем в обычном месте. Все дело в том, что мы с детьми решили отправиться в Приэльбрусе. Но, к сожалению, дальше Воронежа уехать мы просто не смогли. Тут на окружной трассе есть замечательный пряж прямо на берегу реки Воронеж с отличной парковкой, где мы по плану должны были провести всего одну ночь, а по факту задержались на целых два дня. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Одним словом, шикарное место, чистейшая вода, песчаный пляж, мелкий такой заход. Можно и с детьми спокойно поплавать, и взрослым. Так что очень сильно рекомендуем это место. Особенно его большой плюс в том, что это всего в 500 метрах от трассы М4, еще раз повторюсь, на Воронежской окружной. И, например, вот если вы едете с Москвы, то проехав там 600 с лишним километров, это будет просто прекрасным завершением вашего дня. В общем, пора вырываться из этого места и собираться дальше в дорогу. Мы отъехали от Воронежа буквально 50 километров и заметили такую странность. В машине почему-то стало очень жарко. На улице действительно тоже жара, 33 градуса. Вот на трассе показывают сейчас термометр. Но есть такое легкое ощущение, что у нас сломался кондиционер. И просто климат-система, она не справляется. Хотя я вот сейчас выставил на ней 20 градусов, должно быть достаточно прохладно в салоне. Ну и еще в прошлой поездке в Москву я заметил, что как-то ненормально на пол-литра вырос расход. Вот есть ощущение, что у нас компрессор впустую у кондиционера молотит. И надо его как минимум заправить. Надеюсь, это поможет. А ближайшая точка заправки, наверное, будет где-то в Ростове у нас по пути. Так что придется заезжать еще в Ростов. А пока едем дальше. Не пришлось нам тянуть до Ростова. Мы здесь, не доезжая до Павловска, нашли возможность заехать, заправиться. Все? Выкачалось, да? Да, выкачалось. Ну и что там, сколько? Сейчас пока. Вот здесь на табло будет, да? Да. Ну, в общем, не показалось нам, что кондиционер пустой. Померили. Осталось 160 грамм всего. При том, что парнишка сказал, что помещается где-то грамм 600-650. Ну, фактически мы, можно сказать, на пустом кондиционере ехали. Мучились, как, не знаю кто, на раскаленной сковороде. Поэтому сейчас 400 грамм закачаем и поедем дальше. Друзья, совсем другое дело. Потому что в такую жару ехать без кондиционера, ну, с детьми вообще не вариант. В общем, отдал я 1100 рублей за работу и 200 рублей за каждые 100 грамм. 800 рублей за Афреон. 1900 рублей. Ну, рано или поздно нужно было это сделать. Мы сейчас едем по бетонке. Такая широкая дорога, она неожиданно просто началась, раз, и расширилась. И абсолютно как стекло. И только вот, когда я проехал где-то, наверное, метров 500, до меня дошло, что это, скорее всего, военный аэродром на случай войны. То есть, вот 100%, если сейчас дорога эта закончится, значит, это небольшой кусочек для посадки военных самолетов. А еще не отъезжая далеко от Павловска, мы решили сразу запастись продуктами на вечер. Набрали немножко продуктов. Мариша, что у нас там? Так, набрали овощей. Дети взяли себе сладкое, сок, огурчики. Воды самое главное взяли. Да, самое главное воды, еще пятилитровую бутылку взяли. Пепси-колу взяли, хотя мы ее обычно и не пьем, но какая-то новая со вкусом апельсина. Попробуем. Да, и самое главное взяли стеки вот такие вот попробовать, уже маринованные они. Да, я вечером хочу приготовить их на нашем новеньком мини-грильчике. Похвалюсь за одно им, купили его в Леруа Мерлен, так что думаю, получится очень вкусно. У нас когда спрашивают, чем ваш прицеп лучше, чем хорошая палатка, да, ребят, вот этим лучше. То, что можно вот так вот возле пятерочки остановиться, сделать себе бутерброд с тремя кусочками колбасы, да, как в песне. И перекусить. И перекусить. И дальше тронуться спокойно в путь. На самом деле, конечно, можно было бы и полноценный обед здесь приготовить, но такая невыносимая жара на улице, что лучше уж мы, наверное, потерпим до ужина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот время уже 7 часов вечера, и мы прибыли на нашу сегодняшнюю вечернюю локацию. Здесь мы будем ночевать. Вид, конечно, просто потрясающий. Это место называется Каньон Длинный и находится в Ростовской области, недалеко от города Каменск-Шахтинский. Завтра мы обязательно посмотрим все с высоты, когда будет солнышко. Но локация действительно фантастическая. Ты как будто где-то в Америке, где-то в районе Гранд Каньона. Но нам в первую очередь нужно как можно скорее сформировать наш лагерь, нашу стоянку. О, у Марины новое ведро под мусор. Мария, где ты его взяла? Это обычная корзинка для детских игрушек. Но она, кстати, очень удобная. Она мало занимает места при сложении. Складная. И туда как раз мусорный пакет встает. Да, мусорный пакет. Супер. Мы за чистоту на природе. Мы сейчас еще и здесь наведем порядочек. Но, кстати, здесь относительно чисто. Ну, если не считать там некоторых окурков, как бы, видимо, следят здесь за порядком. Как всегда в походном состоянии, наш прицеп представляет из себя какую-то, ну, скажем так, грузовую модификацию. У нас тут чемоданы, сумки, постельное белье, даже тент. Шатер у нас здесь едет. В общем, все, что не поместилось в машине, мы здесь везем. Вот. И сейчас с помощью магии кино мы покажем, как он переходит в спальное состояние. Но ведь правда, так наш домик выглядит уютней и не напоминает грузовой автомобиль. Ну да. И так действительно радует глаз. Пока старший сын пошел купаться, дочка нашла вот такую вот качельку себе и пытается ее покорить. О, молодец. Смотри, как ты забралась. Умничка. Люди, конечно, присутствуют, но я бы сказал, что не так много купающихся и вообще отдыхающих с машинами. А думаю, вечером здесь вообще никого не остается. Пока взрослые только собираются готовить ужин, самый маленький уже наложили покушать. Алис, чем тебя хоть кормят, расскажи. Макаронками. Макаронками. Хоть теплые или холодные. Говори правду. Чуть-чуть холодненькие. Чуть-чуть холодненькие. Какой ты у нас дипломат. Не холодный, чуть-чуть холодненькие. Да, мам? Макароны, которые остались вчера. Вчерашние макароны. Ну, что делать. Сейчас только будем готовить. На природе очень быстро темнеет. Мы торопимся приготовить завтрак. Завтрак? Ой, завтрак. Я сказал завтрак? Завтрак. Ужин. Конечно, ужин. Видишь, как есть хочу. Так, что это у нас тут? Так, это маринуем овощи. Да, для гриля. Для гриля. Здесь сварилась картошечка у нас уже. И готов салат с крабовыми палочками. Отлично. А я вот здесь с Мишей разжигаю гриль. Мы вот такой вот классный новый гриль купили. Всего 1000 рублей. В Леруа Мерлен. Очень удобно. Он большой. Вот на таких угольных брикетах мы его растапливаем. Так что всем очень советую. И сейчас будем ждать еще приезд одной фисташки. Люди вот у нас потихонечку здесь разъезжаются. А мы ждем фисташку номер 13. Что она приедет с Москвы вот уже с минуты на минуту. Все в предвкушении встречи. А вот уже едет и наш долгожданный московский гость. Вот она, 13-я фисташка. Как хорошо. Долгожданная встреча. Канонического цвета фисташка, между прочим. Да, очень правильная. Вова, привет. Подойдем вот так, вот так, вот так. Я тебя немножко послеплю. Скажи привет, YouTube. У нас уже идет полным ходом приготовление мяса. Смотрите, какое оно красивое получается. Вообще. Ой, чуть зацепилась. Прекрасно. Стейки. Свинка сегодня. Немножко отдохнем от курочки. Ой. О, красота. Ужин, я думаю, удастся на славу. Сегодня весь день мы провели, можно сказать, в дороге. И, конечно, вот этот прекрасный ужин, это наша награда за... Тяжелые дороги. За тяжелые километры, да. Так что, друзья, если кто-то сейчас завтракает, обедает или ужинает, всем что? Хором. Приятного аппетита. А с вами мы увидимся уже завтра утром. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Друзья, доброе утро. Вы посмотрите, какие здесь виды Виды просто фантастические А цвет воды, я не знаю, может ли его передать камера Он нереально голубой И она кристально-кристально чистая Вот сколько глаза могут увидеть И дна не видно, оно куда-то уходит на 30-40 метров И полно рыбы И вода, кстати, теплейшая Я, конечно, очень сильно пожалел, что мы не взяли с собой удочки в этот раз Потому что рыбы здесь просто, я не знаю, с чем сравнить С каким-то рыбсовхозом, наверное Непонятно, чем они, конечно, здесь питаются Потому что кругом одни камни, нет ни растительности, ничего Но рыбы очень много Прямо вдоль берега такие с полторы-две ладошки ходят рыбешки Хлеб кидаешь, они прямо на него набрасываются Дочь предположила, что они здесь камнями питаются Так что, друзья, если кто-то соберется сюда приехать отдыхать По пути на море или с моря Обязательно прихватите с собой удочки Но, кстати, здесь уже поставили бытовочку Привезли песок И вот там ребята уже что-то копают Какой-то фундамент делают Говорят, что здесь скоро будет какая-то база отдыха Так что спешите успеть приехать сюда дикарем Дочка устроилась на камушке Набрала хлеба И собралась кормить рыбок Алис, ну кидай О, мне кажется, сейчас вся рыба соберется Со всего озера Но они какие-то, кстати, у тебя здесь маленькие Там вот в другом входе в воду мы смотрели Там побольше Вон-вон-вон-вон-вон С тайками, с тайками, с тайками Ну кинем еще Ого А кинь кусочек побольше Вот весь хлебушек кинь Весь? Да Ух ты Вот это битва идет А как-то не было, как здесь были такие С размером Прям с размером Алис, вот что ж ты сачок не взяла свой, а? Вот сейчас бы рыбы наловили по сачком Видимо-невидимо Потому что я не знаю где Он потерялся где-то Потерялся? Ага Жалко Солдатик Расскажи, как вы попрыгали на том берегу Ну там на самом деле Видно только 5 метров глубины А все остальное Уходит такую пучинную бездну В которой даже страшно на самом деле нырять Да, то есть дна не видно Да-да-да И там уши еще закладывают Так что я пытался достать Хотя бы максимально Но не получилось А сколько ты в бассейне нырял? На какую максимальную глубину? В бассейне обычно там 2 метра глубина, полтора Ну нет, 2 скорее всего А вот 6-метровый в глубину бассейна Нет у вас таких? Нет, у нас нет таких Вов, ну а ты-то как решился Попрыгать в эту голубую бездну? Я решил вспомнить себя 15-летним Потому что когда тебе под 40 Уже страшно прыгать Мне было страшно Страшно за свой позвоночник? Страшно больше за детей Которые останутся без папы А так очень классно Такое чувство непередаваемое Адреналин, страх Одновременно и азарт И чувство свободы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, мы приехали в Ростов И сделали это специально Дело в том, что у нас назревает небольшая проблемка В автопутешествиях Старший сын у нас уже практически вырос со своей полки И на следующий год, наверное, он уже в фисташке у нас умещаться не будет Вот, соответственно, нужно что-то делать Как-то готовиться к этому И логичный вариант Это либо замена прицепа на больший Либо замена автомобиля на больший Потому что тогда мы сможем одного человека разместить там И организовать ему спальное место Плюс, соответственно, больше Можем поместить туда вещей каких-то Которых у нас и так в каждой поездке становится все больше и больше Вот и для этого мы приехали в Ростов, чтобы зайти к местному дилеру Peugeot Потому что в Липецке у нас такого дилера нет Пойдемте посмотрим один из наших новых потенциальных автомобилей Вот такая вот машинка нас интересует Это Peugeot Traveler Надеюсь, она у них есть в автосалоне Чтобы мы могли в ней посидеть И самое главное, посмотреть на багажник Ну, внешне красивая машина Марин, нравится тебе? Да, высокая Мы нашли машинку Сидим в ней Мариш, ну, что скажешь? Прицениваюсь уже Прицениваешься? Да Сколько она там стоит? Миллион от... Сколько? Две семьсот Две семьсот Вова, как тебе на заднем ряду? Отлично Скажи честно Тут можно спать и утягивать ноги И дети поместились Миш, ты вообще на третий ряд ушел? Да, я на третьем сижу Ничего себе Ну, мне вот как-то не очень привычно У меня что-то ощущение Как будто лобовое стекло Какое-то слишком маленькое Ну, зато просторно Вот до Марины я вот так вот С трудом дотягиваюсь И там далеко Ну, явно намного больше, да Чем наша реношка Дети вообще очень далеко Багажник вообще где-то Не пойми где Алис, тебе нравится? Да Так, пошли на втором ряду сидений посидим А это что? И посмотрим, да Можно ли там спальное место организовать Ну, на втором ряду тоже Очень даже неплохо Три полноценных сидения А, нет, это получается Одно отдельно стоящее сидение И одно сдвоенное сидение Ну, каждое место Оно полноценное Не как мы в Шкода Кодиаки посидели И там просто получается Здесь дополнительная Какая-то проставочка посередине Здесь столик Здесь столик Резинка, чтобы стакан зафиксировать А, и вообще, кстати Вот это кресло Оно откидывается Как вот у нас Форт Фьюжн был То есть оно вот так падает И Я даже как-то это сделаю Наверное, отсюда нет И его можно использовать еще Как стол То есть водитель Может, сверху там что-то подержит Вов, а это что у тебя там? Шторочка? Да А, это что? А там тоже такая версия Она, наверное, техническая А, интересно Для чего они сделали? Так, а здесь приборы, да? Вентиляция? Нет, да Здесь вентиляция, отопление Кондиционер, печка Вот здесь вот они еще Так же сделаны И еще там дальше Так, а высота на заднем сидении До головы сколько? Ну, у меня кувак еще помещается Если я вот сюда сяду Даже еще больше Да, потому что здесь вот эта консоль У меня там кувак А здесь где-то полтора Даже почти два кувака Отлично Так, пойду на третий ряд О, ну я легко сяду А, я понял, почему детям здесь было тесно Что Вове пришлось вперед подвинуться У них вот это кресло Оно не на всю было назад отодвинуть Вов, а сядь теперь так, чтобы Ну, как бы с запасами тебя по коленкам А здесь дело не в коленках Потому что если максимально приподвинуться Нет, ну отодвинься так, чтобы просто Ага, ноги не помещаются иначе Видишь, ступни, да Ну, отодвигайся, чтобы было полностью комфортно Ну, вот так что И у меня получается два кулака До передних сидений Ну, тут точно такие же, точно такая же сидушка Как и во втором ряду Есть подлокотнички Такие-то тут подстаканнички А раскладываются как эти кресла? Тоже один-два? Два и двойной, вот на котором я сижу И одинарный То есть его, например, можно вот это убрать И что, какой-то длинномер перевозить, да? Так, теперь нужно подумать Как здесь можно было бы организовать спальное место То есть, скорее всего, в нашем варианте придется Вот этот вот один ряд сидений убирать Тут, кстати, очень классно сделаны салазки Они на всю длину То есть одно сидение можно, если оставить один ряд Он может уезжать как вдаль в багажник Так и выезжать сюда до переднего ряда Получается, то есть оставляем вот эти сидушки И здесь нужно будет какую-то конструкцию На которую дальше спальные места смогут опираться В общем, есть над чем подумать Причем, что я хочу сказать по багажнику Этот полк надо временно убрать, чтобы лучше видно было Несмотря на то, что сидения третьего ряда сейчас максимально отодвинуты назад Багажник достаточно большой Он даже не то, что по глубине Он, во-первых, шире, чем у нас Самое главное, намного выше То есть, если грамотно организовать пространство То сюда можно очень-очень даже много вещей положить А если здесь сделать какой-то постамент в виде органайзера То можно даже, как я видел в Ютубе Выдвигаются у людей полочки Там можно какой-то чай вскипятить Там какой-то столик, еще что-то И самое главное, что получается с крышей Вот у Паши с Мариной Кочевник, да, прицеп У них вот такая же крыша открывается Ты понял? То есть, сюда просто на магнитах Можно повесить вот так вот за металл Вот сюда вот шторки И где-то ты остановился Тебе надо, например, там покушать Там еще что-то там Ты, например, просто на автомобиле куда-то выехал Ты сюда шторки И у тебя получается 2 на метр с лишним Место, которое тебя защищает и от дождя И при этом Как бы создает такой определенный приват Ну, как тебе? Неплохо так Ну, руль маленький для такой машины Руль маленький? Мне кажется, надо побольше Как у грузовика, чтобы было Да ну Едем, едем, едем Ну сможешь на такой ездить? Да, запросто Почему нет? Да, и конечно там Ооо, сколько места Ну, иди мешок с деньгами неси и выезжай Сейчас мы вклад найдем Чемоданчик черный с деньгами Друзья, а у нас очередная вечерняя локация Где мы будем ночевать На этот раз это уже получается юг Ростовской области Ну, по крайней мере, около 40 километров от города Ростов В сторону Краснодара Станица называется Самарская, по-моему И здесь тоже есть замечательное озеро Потому что в такую жару хочется только купаться, купаться и купаться Въезд на территорию пляжа платный С ночевкой с нас взяли 200 рублей Выезд до 8 часов утра Ну, я думаю, мы уложимся На худой конец еще 200 рублей заплатим Но что, вряд ли Здесь вот такое огромное поле Для того, чтобы машины могли парковаться И уже пешочком на сам пляж Но мы сейчас сначала поужинаем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А теперь у нас вот такая керамическая С керамическим распылителем Да, она очень удобна, потому что не только газ горит, но и сама керамическая поверхность нагревается Ну, как мне кажется, она и кипятит воду, и греет, и готовит намного быстрее, чем на обычной плитке Так что всем рекомендуем Но мы обязательно выпустим обзор и на наш новый холодильник, и на эту плиту, да? Да, да Холодильник у нас пока едет в машине Это очень удобно, потому что он питается, получается, от генератора И не расходует напряжение в прицепе Это Alpicool, модель C25 То есть 25 литров полезного объема И холодильник компрессорный Кто давно следит за нашими выпусками, знает, что у нас был обычный некомпрессорный холодильник Но его эффективность очень низкая Поэтому мы решили приобрести новый холодильник И ни капельки об этом не пожалели Конечно, стоит он значительно дороже Старый мы покупали за 7 Этот обошелся 20-20 с чем-то Но, боже, какое счастье, что можно купить пельмени И спокойно их довезти замороженные от магазина до места нашей ночной стоянки Сегодня ужинаем стоя, чтобы больше вошло Ну и на самом деле мы очень торопимся Не хотим распаковывать все стулья Потому что солнышко уже садится И надо успеть еще поплавать Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, и вот уже доброе утро В нашем походном лагере 7 утра В 8, как вы помните, нам надо выехать Поэтому мы уже наводим порядок и собираем вещи Алиса, доброе утро Доброе Доброе Ты зубки чистишь? Да Правильно, пока Алиса чистит зубки Мы с мамой наведем порядок Перегрузим опять в очередной раз все из машины В прицеп В походное состояние Потому что, как бы ни было здесь В нашем домике хорошо и уютно Но все-таки в дороге это Помните, я уже говорил, это грузовой прицеп Укладываем детскую полочку Вот так внизу И потом У нее отправляется кухонный модуль И всякий Другой походный инвентарь У нас даже шатер ездит В прицепе Ну, а с другой стороны Если это прицеп То почему его не используют Скажем так, по назначению Как все прицепы используются Для перевозки груза Очень удобно Вчера уже вечером Рядом с нами приехали Ребята встали с палатками Вот они тоже собираются Такой у них классный Большой лагерь получился Молодцы Вообще, я так понимаю Что это место Любят путешественники проездом Оно недалеко от трассы Я ссылочку в описании оставлю Чтобы можно было заехать После дороги отдохнуть И дальше двинуться в путь Например, на море Или в горы Друзья, мы где-то В Краснодарском крае Проехали только что Город Кропоткин Ну и остановились На небольшой импровизированный Пит-стоп Потому что дети проснулись Они выспались Захотели есть Ну, что делать Надо останавливаться Потому что подрастающее поколение Требует пищи Мишань Чем питаешься в дороге? Шарики Слушай, а со стороны похоже На собачий корм Так, на одном сэкономили Шариками покормили Алиса, а тебя чем кормить будут? Тоже шариками Тоже шариками? Мам А меня чем кормить будут? Так, мы сейчас поджарим пельмешки Которые остались С вчерашнего вечера Бутерброды Овощи порежем И чай вкусный Или кофе с молоком Пельмешек вчера Прям знатно осталось Накупили две пачки И съели только одну Ну, а пельмени Очень даже и ничего Прям так бодренько выглядят Может, их и не надо жарить Прям так пойдут Холодненькие Они же сочные Бульмени С бульоном внутри С маслом О, чайник закипел Выключаем Самое интересное Что пока Мы обедали Марина даже успела голову помыть Покажи красоту Быстро-быстро все делается Да Прямо тут На поле Возле дороги Ну, поделись секретом Сколько тебе литров воды-то нужно Чтоб голову помыть Так, тазик у меня был 5-литровый Я его налила полностью Так что, да Помыть и смыть волосы 5 литров, да? 5 литров А где ты воду берешь? С канистры 20-литровой А-а-а Так и скажи, что У нас всегда вода с собой запасная Да, вода с собой, да Запасная И отличный тазик Вот такой А, очень компактный Да-да-да-да У нас новый складной тазик Это 5-литровый, самый маленький Есть, конечно, еще 3-литровый Но он неудобный А 5-литровый очень удобно Помещается в шкалочке Мы в предпоследней точке нашего сегодняшнего маршрута Заехали в город Армавир Остановились у торгового центра Хотим сводить детей в киношку Но сейчас я вам кое-что покажу Когда паркуешь наш автопоезд Всегда на стоянке приходится искать дальний уголок Для того, чтобы занять два парковочных места По-другому никак То есть только вот так вот Здесь должна стоять одна машина Здесь должна стоять вторая Только так помещается наш автопоезд Вот это единственный минус, который есть у подобного способа передвижения Хотя и минусом-то это назвать сложно Ну, скажем так, просто особенности Что вы делаете? Сториз снимаем, как мы едем Все нормальные люди на море А мы в торговый центр Мариш, на какой фильм идем? Круиз по джунглям Я думаю, третий ряд Возьмите подальше, четвертый Четвертый лучше будет, да? Лучше подальше Давайте Давайте, четвертый ряд, да, по центру 16, сколько мест? 5 5 На вопрос 5, да, 1, 2, 3, 4, 5 Да 1250 Ну, по карте Вот этот фильм будем смотреть Дисней, Скала Джонсон в главных ролях Я думаю, фильм должен быть хороший Ну, по крайней мере, детям точно понравится А то, что им одни, поездки, поля до луга Ну, а поскольку нам до начала фильма оставалось еще 30 минут Мы решили провести их с пользой Зайти в Макдональдс Но не для того, чтобы съесть вредных бургеров А взять по молочному коктейлю Ну, вот один член нашего коллектива Все-таки соблазнился на эту американскую гадость Вова, как тебе не стыдно? Что ты чувствуешь? Это очень вкусно Очень вкусно? Да Особенно здесь как-то Сегодня ты бургеры лопаешь, а завтра что, родину придашь? Алиса, а что ты думаешь, что у тебя вкуснее, чем у мамы? Ну, потому что клубничный от ванильного отличается больше Клубничный и ваниль, она отличается Клубника, она сладкая вот А ваниль, она тоже сладкая, только она чуть-чуть не сладкая Ну, какой вкуснее? Какой вкуснее? Клубничный или ваниль? Ваниль? Да Мама, а ты что скажешь? Клубника ролит Ну, что ж, детскую сказочку мы посмотрели Сейчас надо узнать, у детей понравилось им или нет Алиса, ну что, тебе кино понравилось? Да Да? Про что был фильм ты хоть расскажи? Я забыла Забыл? Ну, ладно, ничего, не будем раскрывать тайну про что был фильм Ну, а мы добрались до финишной точки нашего сегодняшнего маршрута До Веселовского моста Здесь мы планируем и заночевать Как оказалось, детям не столько интересен сам мост, как сооружение Сколько дерево, которое растет рядом с ним Что вы тут нашли интересного? Ярку Тутошку? Это тутовник? Да Ничего себе Ее прям кушать можно, она вкусная Да Это вот это вот дерево, да? Да Прямо под мостом растет Да Миш, прям дотянуться можно или как? Ну да Что за ягода? Так, и что там, что за ягода? Ой, главное не свалиться отсюда Вот Вот такая? Угу Ну, это маленькая просто А дай попробовать Ну что, смертельный номер Попробую ягодку Прям даже вкусная Такая слегка кисловато-сладкая Мишань, молодцы, что нашли такое дерево Ну да А еще, как выяснилось Под мостом Очень интересный какой-то акустический эффект Вроде как эхо образуется Непонятно из-за чего Может из-за формы арки Ого-го Ого-го Дедушка эхо Дедушка ау Дедушка ау, да Как в мультике Еще вот интересно Здесь даже можно наблюдать Как строили эту конструкцию То есть внизу вот из таких блоков ракушника Выложен фундамент Он там наверняка в землю уходит И потом уже с помощью опалубки Строили Заливали саму вот эту конструкцию И вот Здесь, например, очень хорошо видно слои То есть Заливали слой Давали ему Высохнуть И шли дальше Получается Где-то по 30 сантиметров Наливали бетона Нет, конечно Это грандиозная вообще конструкция Но видно, конечно Что мост уже старый И он находится в аварийном состоянии Особенно по вот этим вот Пешеходным Пешеходным дорожкам Надо быть очень аккуратным Чтобы что-нибудь на голову не свалилось Живая история в камне, да, Марин? Да Но этому мосту уже более 100 лет Да-да-да У ребят я здесь, так понимаю Фотосессия идет Модель и фотограф Мариш, ты готова подняться на самый верх? Да, конечно Пошли проверить свои силы Да, давай рискнем здоровьем Мы, наверное, в обход не пойдем Да, вот здесь Да, а карабкаться будем по вот этому подъему Главное вниз не укатиться Берем не покатиться Вова вызвался добровольцем Показать скоростной Мастер-класс Да, мастер-класс скоростного подъема Ну давай Раз, два, три Пошел, 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 пошел Ускоряйся Не сдавайся, не сдавайся, не сдавайся Почти, 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 почти Оп Это было опасно Мы с Мариной решили Не заниматься таким экстремальным забегом Мы по старинке пешочком Да, Мариш? У нас еще двое детей Нам надо ехать дальше Да-да-да-да, мы еще не доехали до Прельбрусья Ох-ох-ох Да, здесь нужна, наверное, шипованная резина АТ-шная На кроссовках О, супер Почти Мариш, ты как там? Я ищу прям лезь Давай-давай Хоп Хоп Ну, тут, кстати, и не так страшно было Колючка Аккуратнее Ух Мы на вершине Тут, кстати, прям вполне реально На него залезть Я думал, будет хуже Ну, вот так Раз, два, три Давай, аккуратнее Голову береги Тебя подсадить, может быть? Нет, не надо Не надо? Не нужна помощь? Оп Ой Никак За что-нибудь схватиться Страшновато Ой, аккуратнее Все Не обдери коленки Нет Молодец Так Главное, чтобы Да, не получилось Видео-фиаско Потом, которое в Ютубе набирает Несколько миллионов просмотров Как человек лез, лез, лез и сорвался Опа Голова Голова Хвост Спина Все отлично Да Пошли дальше Главное, это не выходить на вот эту пешеходную дорожку Да, то есть сама вот железнодорожная часть Она В хорошем состоянии Вот Ну, по крайней мере, там несколько людей выдержит легко А вот эта пешеходная часть Что-то она совсем Бетонные плиты разрушились Мы туда наступать не будем Прямо с высоты птичьего полета видок, да? Вообще Очень красиво Вид на миллион Редактор субтитров А.Семкин Конечно, достопримечательности это все очень хорошо Интересно Но самое главное в походе Это время ужина И вот как раз это время у нас сейчас наступает Солнышко уже садится Уже давно за горизонтом И сейчас мы будем кушать Марина на ужин приготовила тушеную картошечку С курочкой Да, Мариш, в казанчике Да, в казанчике потушеночке Ой, выглядит вообще С груденчиком как сопчик Да, запах какой камера не передает Стол у нас самый простой То есть картошечка тушеная Капустка квашеная Овощи сегодня Хлебушек Алис, ну как картошечка? Вкусно Вкусно? Ты уже попробовала? Да Да? Мишань, а тебе как? Отлично Отлично Ой, какая красота Ой, какая вкуснотища К огромному сожалению Нам получается покушать в день только два раза У нас такой получается поздний завтрак И очень плотный ужин Потому что, ну, трехразовое питание в дороге соблюдать очень трудно Ну, детям мы, конечно, там какие-то вкусняшки и шарики там всякие В обед еще дополнительно даем Ну, а сами мы питаемся только два раза в день Пока мы ужинали К нам, к Вове, на холодильник прилетел вот такой вот товарищ Ух-ух-ух, как он быстро бегает Ой Да, может быть, это, кстати, да Нам, как китайцам, его Эту саранчу пожарить В масле, во фритюре И слопать Ничего себе, какая огромная Ну, сантиметров 10, наверное, в длину Вот это у нас гости вечером Вот он, современный мир Как только увидели дикую природу Все сразу схватили телефон и быстрее фоткать Какое событие Ну, да, реально Такую огромную не каждый день встретишь Хорошо, что сейчас не нашествие саранчи, да, ребят? Представляете, вот такие вот казни египетскую устроили Когда их миллиард был Доброе утро, страна Утро в походном лагере Это не только и не обязательно завтрак Это еще самое главное и гигиенические процедуры Ну, если я-то уже успел побриться То сын, например, только еще отправился Принимать утренний душ Ну, а вот Марина решила, что ей с утра нужно очень серьезно поработать У Марины офис Походный офис На полетах Да Ты что-нибудь видишь, да? Это просто из-за того, что я солнце снимаюсь Я загородилась Да, очень удобно и прохладно Ветерочек меня обдувает Мой утренний кофе уже совершен в 8 утра А, ты с самого утра, да, уже работаешь Дай покажу, как у тебя электричество Подключено Сама все подключаю Да, через инвертор работает Молодец, все, не отвлекаю тебя Ну, а ты чем занят? Сережа Ты наводишь фен-шуй? Да Молодец А ты позавтракал, скажи? Да, я позавтракал Ну, некоторые люди очень боятся сниматься Поэтому не будем их беспокоить Что ты, Миш, говоришь? Дай кулакен Несу Спасибо Привет Скажи подписчикам доброе утро Доброе утро, подписчики Как душик, Миш? Ой, а вообще красота Да? Мы сегодня использовали У 13-й фисташки Есть вот такой переносной душ Нам, к сожалению, его не досталось Хотя мы очень его хотели Ну что, он удобнее, чем наш декатлоновский? Ну да, у него напор побольше И им приятнее купаться много Да? Класс Ну давай, с легким паром Спасибо Пользовавшись минуткой свободного времени Вова решил поставить маркизу Вов, давно ты такую маркизу купил? Нет Перед выездом как раз она дошла По СДЕКу Ага Очень удобно И очень классная маркиза Я надеюсь, что она оправдает свои ожидания Да? Так, а когда я покажу, что это за маркиза А, это знаменитый Юсруф Наше российское производство Классные маркизы Ты взял с дополнительными стенками? Да, да Именно так А москитка там есть? Нет, москитка я не стал брать Так, а сколько... То есть она есть, предполагается Что ее можно... А сколько она получается метров маркиза? Она... Ну сколько? Два с половиной, по-моему Ты два с половиной взял? Я взял, да Она подходит и на три метра Подожди, а вот Кир с Ириной говорили, что они слишком длинную маркизу взяли А не сколько? Они, наверное, три взяли Да? Ну, я к этому взвешено подошел Все промерил, да? То есть можно, да, три Но она прямо вот так сильно торчит Ну и там она упирается в крышку кухонного отсека А здесь она будет, получается, как дуло у танка Ну да Так, ну ладно, не отвлекайся, давай вешать Процесс монтажа вышел в финальную плоскость Как мы выяснили, что все-таки маркиза двухметровая, мы померили Потому что вот это расстояние до крышки Здесь, в принципе, можно чуть-чуть продлить И два с половиной метра, но это максимальная, которая встанет Вов, а сколько маркиза обошлась? Я точно не помню, но около 20 тысяч В пределах 20 Вместе со стенками, да? Вместе со стенками, да Но без москитной сетки И там еще, получается, дополнительные направляющие, да? Вот, нет, наполнительных ты не брал? Да, и две стойки А, две стойки, да А там все... А, вот они, кстати Нет, это не стойки Ну, эти, нет, полушки, я имею в виду Хотел спросить, они в комплекте есть? Да, они есть в комплекте То есть, действительно, очень быстро Причем сказали, что существует очередь Но по факту нужно было две недели подождать вместе с доставкой Ну, это вся очередь, да? Да, и поскольку СДЭК недалеко от дома Это было очень удобно прийти туда и забрать Супер Ну и опять, с учетом того, что это еще сезон Ну, просто временное изготовление им нужно Это даже не очередь Да, и причем, действительно, она пришла в таком хорошо запакованном То есть, ничего не порвалось, никаких деформаций нет То есть, действительно, вот такая транспортная упаковка была весьма качественная Ну, тут и видно, что все так хорошо сделано вообще То есть, такой плотный мешок Такие замочки хорошие, качественные, которые не рассыпятся при первом использовании Молодцы, молодцы Производство в России развивается Ну, ладно, уже в следующей серии мы покажем, как мы ее пользуемся, да? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!